Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 28 ноября, время 4 часа дня и температура за бортом в Лондоне 4 градуса и очень-очень сухо и очень между прочим холодно, но снега у нас не было. Значит, тема, которую я бы хотела продолжить, касается детей, культуры, ну и, естественно, климат-ченж. Как учитель географии до некоторой степени в прошлом, я кое-что в этом понимаю, поэтому то, что произошло сначала в Турции, а потом уже на всей европейской части России, Украины, Молдовы, в общем-то, вкладывается в кое-какие рамки. Мы сейчас не будем заниматься здесь конспирологией и говорить, что такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Да, этому примером у нас является процесс 2020, который тоже сейчас никак не могут успокоиться и везде, и уже даже в Австралии взяли интервью у бывшего, еще раз хочу подчеркнуть, у бывшего директора МИ-6, забыла его фамилию, кстати, вот, который был в 90-е, там что-то в начале 2000-х, он был председателем этой уважаемой, хочу подчеркнуть, 5-8 или даже 20 раз уважаемой организации, которая является наряду, наверное, с разведкой Ватикана одной из самых лучших, что называется, разведок. Не знаю, почему я упомянула Ватикан. Так вот, значит, этот товарищ, и не он один, другой такой научный работник, которого я тоже очень хорошо знаю, начали гнать на товарища, значит, как его забыла опять уже снова, вот, значит, американского вот этого коротышки. Я сегодня, глядя еще раз видос, поняла, что я действительно его видела, Фаучи, да, доктор Фаустас. Вот, они начали гнать на него опять, и, значит, разведчик этот, представитель МИ-6, он сказал, что невероятно, что бы не было одного, значит, было только одно мнение, а второе мнение затыкали всеми местами, как, значит, несущественное и вредное, и зловредное, и дезинформатизированное, и всякое такое. Вот, и по этой причине, в общем, это раз. Второе, что, например, в Конгрессе сегодня выразилось еще чуть ли не 50 человек, которые сказали, что Илона Маска с его вот это XXXX файлами нужно заткнуть. Бывшие это, что там, значит, его вот это вот социальная сеть, в которой он позволяет себе раздувать, прямо скажу, всякие разные неприятные вещи, вот, типа окончания войны, например, на Украине. Значит, теперь, возвращаясь к небывалому, 10 метров штормовые волны, обрушившиеся на Крым и так далее, на Сочи. Значит, если это не проведение Божие, а творение людских рук, еще раз вас обращаю к явлению 2020, до сих пор и споры. Товарищ Фаучи утверждал, что это проведение Божие, так сказать. Он это перенес, так сказать, животных на людей, перескочило. А если здесь нету творения рук человечества, я имею в виду прошедший вот этот вот ужасный ураган на Черном море, то не является ли это желанием некоторых сил остановить войну на Украине таким вот замысловатым способом? Ну, или хотя бы продлить ее до весны. Потому что в Германии возник очень серьезный скандал, потому что 60 миллиардов из бюджета надо выплатить. Надо выплатить 60 миллиардов из бюджета, которые, собственно говоря, товарищ вот этот одноглазый немец хитрый, который всех хотел перехитрить. Последнее время у Зермера уже у него такая грустная. Так вот, эти 60 миллиардов были как бы фантик, знаете, из ниоткуда были вписаны в бюджет 2021, типа на борьбу, типа с последствиями 2020. Но это был такой фонд специальный созданный, понимаете? Он был как бы виртуальный, но его вписали в бюджет. А теперь приказали эти деньги дать из бюджета. И теперь, короче говоря, тут климат-чейндж, тут тебе температуры земные. Как говорится, зимние вообще не такие, как были в прошлом году. И, в общем, в результате серьезные проблемы с оснащением армии, сами понимаем. А тут еще и, вот, понимаете ли, Хамас. И вот тут мы с вами подходим к теме нашего разговора. То, что я вам уже это несколько раз долдоню, что называется. Значит, если версия о том, что этих самых хамасовцев кто-то целенаправленно готовил для чего-то, то, конечно, сначала пишется план. Уж я знаю, пишется сначала, так сказать, план. Когда этот план написан, спрашивается финансирование. Берется финансирование. Товарищи, которые осуществляли план, они хотят получить бабки, которые они вложили, так сказать, в это мероприятие. А тут подходит конец, что называется, года, когда все верстают бюджеты, в том числе и все вот эти ребята, которые я вам упоминала, Мишейс там или даже не они одни. Все хотят кушать. Всем надо покупать Крисмас подарки своим женам, любовницам, детям, собакам и так далее. И вообще поехать куда-нибудь отдохнуть. И по этой причине нужно, чтобы план пошел осуществляться. Кто думает, что этот план был только такой, знаете, толстолобый раз, и все, то он ошибается. На самом деле с этим планом, значит, как говорится, планирование, план А, план Б, ветка АА1, АА2 и так далее и тому подобное. Так вот, здесь возникает несколько сразу вопросов. Когда люди говорят, что кто-то в этом был заинтересован, возникает вопрос, кто этот кто-то и как он это все дело проворачивал. Будем считать, что те, кто думает, что это были британцы, я тоже так думаю, то они, значит, должны думать также в ту сторону, что кто-то им, что называется, противостоит. И чьи-то интересы задействованы, и мы это заметили. Так вот, это и кто-то чьи-то, это мы будем считать, что заложные братья, значит, которые они друг друга очень сильно любят и так далее и тому подобное. Значит, в этом смысле очень показательно то, что в Средиземное море вошла как раз накануне вот этого, то, что было целая эскадра американских кораблей защищать израильскую демократию. Значит, это второй интересный момент. Значит, наиболее пострадала, очень сильно пострадала, кто видел, Турция сначала. Она у нас страдает уже не первый раз. Мы помним про это самое землетрясение. Значит, теперь, теперь дальше. Если учитывать тот факт, что Турция сказала, что мы пошлем свои войска защищать несчастных палестинцев, которые мне действительно искренне жаль. Тут была информация, что дети, значит, потеряли конечности, и вот их чуть ли не 800 человек, вот таких детей. Это какой-то, какой-то полный кошмар, конечно. Полный кошмар. Значит, не учитывая все остальное еще к этому. Так вот, вдруг, неожиданно, в Британии решили поменять очень быстро руководство. Причем министром иностранных дел поставили Дэвида Камерона, которого очень уважаем. И бывшего товарища Клеверли, которого фамилия Клеверли от слова клевый, ну, даже не столько клевый, сколько клевер, то есть умный, разумный, я так понимаю. Вот, его родители так думали, но его нужно было убрать. И это я вам серьезно говорю. Даже не столько нужно было убрать, товарищ Браверман. Браверман пригодится потом. Сейчас ее нужно было убрать по той причине, что она находилась под страшным ударом. А такой ценный кадр, как она, не стоит разбрасываться. Это мое сугубо мнение. Поэтому ее немножечко решили отодвинуть. Для этого организовали вот эту статью, которую она написала якобы для Таймс, что вот якобы эти демонстрации отнюдь немирные. Вот как в воду глядела она. Значит, и таким образом, на самом деле, в уме имелось в виду, что суд, Верховный суд Британии, отменит, или, вернее, запретит правительству посылать вот этих вот несчастных, значит, просящих убежище в Руанду. Это все происходило буквально за несколько дней до заседания суда, который ожидаемо действительно принял решение, можно сказать, против правительства, против его желания как-то разрулить вот эту ситуацию с беженцами, которые едут, бегут, бегут и бегут. И это считается одной из слабых, как говорится, мест, в которые тыкают и тыкают британскому правительству и товарищу Сунаку. И вот мы подходим с вами к теме нашего монолога. Значит, я сказала, что товарищ Клеверли отнюдь не шоу внешне, шоу внутренне не соответствует своей фамилии. И он наделал, и я даже не сомневаюсь, и просто не хочу это вспоминать, много ошибок. А заканчивать войну надо. Второй момент, очень важный для правительства Сунака, это подписать мирный договор с Индией, который никак не подписывается. Более того, Индия, заметьте, выбрала в сторону Израиля. И, кроме того, кроме того, хотят или не хотят британские власти, но им придется помириться с Россией. То есть, я имею в виду, когда закончится война, придется подписывать какие-то договора, шоу говорится, даже если это будет просто, что называется, перемирие. Но, но, для того, чтобы это сделать, нужно сделать так, чтобы выигрыши оказалась Британия. Хотя, не умерика. Ну, а про Европейский Союз я уже вообще молчу. Его будут дербанить после того, как закончится вот это все дело на Украине. Но, теперь, из чего я делаю такие выводы, что это так? Значит, мы понимаем, что этот самый газовый, что называется, золотой ключик у берегов этой самой Палестины, а именно сектора газа, является камнем преткновения. Это даже не столько, наверное, с 22-го года, сколько с 2008-го, 2009-го, 2010-го точно, а уж тем более 2011-го года, это является коренным интересом Турции, Британии, ну и, естественно, Израиля и Америки. Так вот, товарищ Клеверли, теперь министр внутренних, что называется, справ. под большим и очень большим давлением находится полиция Великобритании, которая очень сильно выступает, когда мягко очень выступает в роли такого, знаете, вот этого барьера, напоминает мне, знаете, кого? вот они мне напоминают украинский вот этот, как он назывался, Беркут, или как он там назывался, вот эту милицию особую украинскую во время Майдана, которые становились на одно колено, примерно на такую, на две колена, извиняюсь, на одно колено становились при вот этом Флойде, а тут они становились на колени и просили прощения у наций. Так вот, в похожей ситуации находится полиция Британии. Даже сегодня выступил самый заглавный британский полицейский и он сказал, как великий дипломат, что нам приходится, как говорится, иногда для того, чтобы предотвратить в будущем какое-то неприятное, так сказать, развитие событий, нам приходится, как говорится, преферентно действовать, хоть мы и сами этого не хотим. И я скажу вам почему. Потому что когда вчера, не вчера, наверное, в воскресенье, в субботу, когда это было, значит, да, скорее всего, в воскресенье, потому что евреи же, они же в субботу вообще ничего не имеют права делать, наверное, в субботу они это не делали, делали в воскресенье. Значит, был самый большой митинг против вот этого антисемитизма, значит, с осуждением антисемитизма. И на этом митинге арестовали такого дядьку по фамилии Робертсон. Я, честно говоря, даже понятия не имела, кто он такой, вот склянусь. А потом пришлось узнать. Значит, это глава бывшей организации, называется она British Defense, защита Британии, ну, в общем, что-то вы поняли, крайне правая, очень экстремистская организация за Белую Британию, так назовем. Я очень хорошо их помню, их действия в одиннадцатом году и так далее. Они были очень мощной организацией, но потом их обозвали, что они на букву Ф, и их потом, значит, они теперь переименовали себя, в общем, не знаю, как они тебе называются, но этот дядька у всех, как говорится, бельмо на глазу. Он был одним из тех, кто вот это вот-то выступал и защищал тогда, когда возлагали цветы одиннадцатого числа. Сейчас его арестовали, причем это показывали, причем ему в глаза распылила полиция, значит, газ, потому что он сопротивлялся. А он на самом деле, да, перед тем, как собрание это было, значит, этот митинг, он сообщил в социальных сетях, небось, в этом самом Иксе Илона Маска, что я обязательно туда приду. И все очень боялись, что он туда придет и будет там чего-нибудь делать, а потом все начнут делать, и, в общем, это превратится во что-то очень неприятное. А надо было, чтобы было мир. Он пришел, но он пришел в кафе, которое было рядом с этой площадью, и там он был с двумя только своими друзьями, а больше никого не было. Полиция вошла в это кафе, и они начали требовать от него, чтобы он убирался. А он сказал, что я ничего не нарушал, я здесь просто проходом, я здесь завтракаю. Ну и, в общем, они ему распылили в лицо этот самый газ, и, в общем, они его скрутили, они его, короче, посадили в кутузку. А теперь угадайте с одного раза, в какой суд тут же потащит он эту самую полицию за ее противоправные действия, особенно за газ, который они ему распылили в лицо, когда он ничего такого не делал, просто завтракал в кафе. Это вот одна сторона медали. Пока что это еще никто не вменил этому самому Клеверли, но ему вменили, конечно же, вот этот закон, что, как это вы хотели применять закон против этих беженцев, чтобы их отсылать в Руанду. И этот самый Клеверли, я вам уже говорила, что он с умом не дружит, но он обозвал того, кто это говорил в парламенте, в парламенте, он сказал, что это вонючая на букву Д. А не успела пройти несколько, что называется, дней, как в том же самом парламенте, я вам уже это говорила, что я не хочу об этом говорить, но теперь вся Британия об этом бурлит, придется мне сказать. Значит, четыре дня назад, во время парламентских слушаний, вопросы задавались товарищу Сунаку, ну, а у них там, не знаю, раз в месяц, раз в две недели, каждую неделю оппозиция задает вопросы парламентскому большинству, ну, этому премьеру от парламентского большинства, и он должен оправдываться. И во время этих вопросов встал один дядька и сказал, что, как вы думаете, товарищ премьер Рыши Сунак, муж миллионерши, миллиардерши, и вообще сам небедный человек, как вы думаете, почему в моем, значит, вот этом конституционном округе 34% детей страдают от нищеты, в нищету погрязли их семьи. И в это время этот самый министр, товарищ Клеверли, который очень разумный, сказал, в общем, потому, сказал он, что это задний пароход. Вот так, по-английски он это сказал. Значит, кто-то услышал, и кто-то по губам прочитал, и кто-то кому-то передал тут же, и возник скандал, что ты обозвал людей, живущих в этом районе, что они живут в 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 третьем. Когда от него потребовали, чтобы он извинялся, он сказал, что «я не собираюсь ни перед кем здесь извиняться, потому что я ничего не сказал». Когда ему уже начали вдалбливать, ну уже так, ну уже в открыт, уже начался скандал, он сказал, что «я сказал это слово безотносительно к людям живущим, А я это сказал про тебя, про этого человека. То есть люди, которые смеют открывать рот из противоположной стороны, он их просто, грубо говоря, посылает. В парламенте такое делать нельзя. От всего есть такое слово парламентская или непарламентская лексика. А теперь можете себе представить, что он вытворял на дипломатической службе этот самый товарищ. И теперь можно себе представить, что если возник скандал, что Борис Джонсон потребовал от украинцев воевать до последнего украинца, чтобы зарабатывать деньги на этой трагедии, то как себя вел товарищ Клеверли в это время? Если это можно было, как говорится, сгладить, тогда по этой причине произошло такое вот изменение. И вот тут мы подходим к вишенке на тортик. Возник скандал вчера о том, что товарищ Сунак отказался встречаться с греческим премьером. Зато с ним встретился лидер оппозиции товарищ Кир Стармер. Он встретился с ним, и они побазарили. О чём они базарили, не знаю. По левую руку от него сидел министр в ожидании товарища. Как его... Господи. Ну, в общем, сейчас вспомню, скажу. Но они так улыбались все на фотографиях. Означает ли это, что на этом собрании они что-то там такое заворачивали, что Рикки Сунак на следующий день отказался встречаться с этим премьером. Официальная версия. Он отказался потому, что греки требовали вернуть из британского музея вот это всё украденное, что называется, греческое наследие, которое 200 лет назад один парламентский... Этот, извиняюсь за выражение, не парламентский, а правительственный чиновник вывез из Греции в Лондон, чтобы его, как говорится, сохранить. Вот этот самый Парфенон. У меня видео было где-то, когда я посещала Лондонский музей, и я выставлю, наверное, сюда, но, значит, вспомнила имя министра Дэвид Лами. Дэвид Лами по самые никуда, по самые уши, между прочим, тоже, как говорится, замазан в этой истории, которую я описываю в своей книге в 2011 году по поводу подготовки к Олимпиаде. Так вот, значит, Рики Сунака обвинят в том, что он из-за того, что он не хочет возвращать вот эти все, значит, греческие фигуры и вот этих всяких разных, ну, конечно же, изумительные скульптуры, эти скульптуры были 200 лет назад переданы, переданы Британии тогдашним правительством Османской империи, которая завоевала Грецию. То есть Греция тогда находилась, что называется, в оккупации. И поэтому Греция никогда не соглашалась бы и не согласилась, чтобы ее национальное достояние вывезли из страны. Она бы хотела, чтобы оно вернулось. Так вот, его хотят на самом деле, чтобы это восторжествовало справедливость, 53% британцев по опросу. И только 27% против, чтобы этим грекам отдать, они же варвары отдашь, и потом они возьмут и что-нибудь с ними сделают, с этими фигурами разрушат их. А здесь они хранятся в музее. Ответственность за передачу или что бы то ни было несет парламент. То есть, по идее, никакого отношения ни Рекисунак, ни этого Рестармер не имеют к тому решать этот вопрос положительно или отрицательно. Греки клянчат и просят это уже на протяжении, ну как минимум, с 1948 года, как минимум. После войны они это просят. Верните, 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 верните. Ну, поскольку там в Греции всякая разная была тоже тяжелая обстановка. Это, кстати, товарищ Сталин во время Ялтинской конференции, люди говорят, ну на самом деле я не знаю, правда или нет, он, у него на выбор было взять под влияние то ли Грецию, то ли Польшу. И он по какой-то причине выбрал Польшу. Так вот, что на самом деле интересно в этой ситуации? Товарищ Рекисунак якобы плохой управленец, потому что греки приехали не столько из-за Парфенона, сколько они приехали здесь решать вопрос с этими самыми беженцами. Потому что беженцы к нам попадают через Италию или Грецию. Грецию, понятно, со стороны Турции, а Италия, понятно, со стороны Ливии и так далее. Значит, чтобы решить вопрос с дружественным, дружественным руководителем, дружественной стороны по поводу кризиса с беженцами, он, видите ли, обиделся, что первым встретился Стармер. На самом-то деле вопроса здесь лежит в другой плоскости. Оказывается, целых две недели назад британское правительство пришло к выводу, что нужно заключить мирный договор о торговле, с Турцией. Кто понял? Турция и Британия намерены договор о торговле подписать, а греки, как вы помните, они Кипр не могут туркам простить. И по этой причине возникла проблема. Почему оппозиция побежала встречаться с этими греками в пику правительства, которое хотело бы подписать с Турцией договор, как они смели с Турцией подписывать договор, с Турцией, которая торгует, может, не напрямую, но частично напрямую с Россией, продавая ей вооружение, которое Россия потом применяет на Украине против... Не побоюсь этого слова. Не знаю кого. Кто там в Очакове? Так вот, как вы поняли, в чём здесь загвоздка? Почему и как здесь решается вопрос? Нет никаких сомнений, что товарищ Стармер, ну, он, конечно, очень независимый, и его самая заглавная роль – это печься. О здоровье, независимости, благополучии британцев, как и у товарища Сунака. И вот они заботятся, и те, и другие. Ну, а мы дальше будем наблюдать, кто в какой, что называется, находится, и как он из этой станции будет выбираться. Ну, а пока, пока.